Музыка Когда-то на месте современного ЖК Одинцова-1 была старая военная часть. После передачи земли муниципалитету ветхие пятиэтажки снесли, а жители переселили. Среди них была и Людмила Бучкова. Пенсионерка проживает в этом районе с 89-го года. Для нее, как и для ее соседей, новоселье стало долгожданным событием. Правда, без проблем не обошлось. Мы хотели лучшего, нам обещали лучшего, но получилось не лучше. Узнать, как сделать лучше в Одинцова-1 приехали окружные депутаты и общественники. Среди наболевших вопросов – отсутствие вентиляции в подъездах и качество воды. После, казалось бы, плановых работ по отключению горячего водоснабжения перебои продолжились. Из чьих-то кранов текла жидкость оранжевого цвета, где-то и вовсе не было никакой. А у меня, между прочим, уже второй год после вот этого профилактики, вот эти ливерки, 24 дня нет горячей воды, вообще нет. Ответственность за качество воды лежит на управляющей компании. Контроль осуществляют с помощью забора проб, которые затем исследуют в лаборатории. В обязанности Одинцовской теплосети эта территория не входит, уточняет Максим Ганин. «Подготовка дома к зиме – это не их прерогатива, это прерогатива управляющей компании. И как она к этому подходит, и как она с этим работает». Постоянная пыль на окнах и в квартирах – привычное явление для жителей. По их мнению, всему виной цементные производства, расположенные вокруг ЖК. «У нас западный ветер, когда вообще дышать нечем, летит сюда пыль, забивает весь борт, кругом заводы, и не закрываются. Санитарные зоны нарушены. На той стороне вы сейчас шли 20 метров автобаза. Санитарная зона должна быть 100 метров от жилого комплекса». Жительницы согласны, депутаты и общественники. Промышленные объекты должны находиться от жилой зоны на расстоянии от 50 до 1000 метров, в зависимости от их влияния на окружающую среду. Разбираться с этой проблемой будут комплексно. «Мне жительница дала контакт, мне напишет она заявление, и мы попробуем его направить в Минэкологию Одинцовского округа, чтобы они нам дали какой-то ответ». Во время инспекции также обсудили вопросы озеленения, благоустройства дворов и ремонт ям. Одна из них находится прямо на игровой площадке. По словам жителей, пока на многочисленные просьбы убрать ее у управляющей компании «Ответ-1» в работе. Проблему народные избранники возьмут на контроль. Не осталось без внимания и сфера образования. Родители волнуют будущее их детей, поступление в вузы и выбор профессии. «Сейчас проводятся различные профилитационные программы. В частности, фонд, который я возглавляю, у нас есть направление по работе с подростками. Мы организовываем встречи на предприятиях, можем провести такую встречу для них». На этом встречи депутатов с жителями Одинцов-1 не закончатся. Новую инспекцию планируют провести в ближайшее время. Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.